Добрый день. Смотрю, вы выставка интересует. Не надо? Должен навести порядок в городе. Потому что за страну мы сейчас... В городе должен навести порядок община городская. Городская община, но мы, почерпные граждане, области. Да все должны единицы. Нельзя говорить, что должен Чайка навести порядок. Это не в его силах. Он бы с удовольствием от это. Мы должны наводить порядок. Мы должны делать замечания. Мы должны хватать за руку того, кто прорает. 6800 сегодня шнаб, знаете? Имеет 6800 гривен. Вот продал пачку сигарет. Продал бутылку купил. 6800. Ну так это... Да это вообще... Озолотиться можно, да? Ну как озолотить? Так государство платит. Да конечно. Мы-то с этих денег... Не нам, не нам. Озолотиться. Вот хотелось бы провести в вашей школе такое вот собрание родительское, большое собрание. Какое школе? Ну вот рядом же у вас есть там школа, в которой учатся дети? Ну есть там 17-е, 18-е, 6-е, 35-е. Это все те ближайшие школы, которые там вот так... Чтобы вот за каждый микрорайон как бы отвечал какой-то определенный, ну уважаемый человек в микрорайоне. Чтобы в следующий раз, когда я вас буду спрашивать... Нет, отвечать не может. А курировать? По курировать? Нет, курировать. Да, чтобы этого не было. Вот такие филеты, чтобы... По предотвращению. По ликвидации. Да. По ликвидации. Ну детское пьянство. Ликвидации нельзя. Ну где-то отвратить. Где-то отвратить. Где-то отвратить. Предотвращать мы можем взрослая пьянство. Все, большое... А кому это вы здесь все показывали? Ну сейчас поставлю. Власти, да? Ну власти вообще-то, да. Власти? Да. Тоже может, чем покладывать. Ну, а что вы для этого сделали, чтобы этого не было? Ну а вот мы бы вас хотели спросить, как? Ну я считаю, что власти нет власти, понимаете? И при старой власти, какая бы она ни была, я ее тоже, допустим, не олицетворяю, не восхваляю. Ну такого же не было. Вот и все. Вот такое, что результаты, результат всего пьяного, наркомании, да? Ну, наркомании. Почему же власть там никаких действий не применяет? Даже сейчас. Ну как вы думаете? Я участник, а? Ну что, потому что это, ну, это вариант. Нет. Я не думаю, потому что я думаю, что деньги запредили все глаза. Сейчас все, все деньги. Нет. А морально, что там, государство, в том числе упадки, не коммунистерсует, да? Поэтому вот такое, что творится в жизни. Что делать? У нас фильм называется «Что делать?» Что делать? Интернет такой фильм. Конечно, очень сложный и затруднительный вопрос. Поменять власть очень сложно. Нереально и не сложно, потому что народ, какой народ, такая власть. Вот сейчас какие-либо, как бы, порядка, нету и порядка, и нету власти. И в основном идет нажим на коммунальные услуги. Людей, считай, поднимают государство, экономику хотят поднять за счет, за счет экономики людей, за счет коммунальных таксов. А заводы, фабрики никто не воздождает. Рабочие места откуда возьмутся? Если будут свои, работают фабрики, заводы. Их же нет, их распродали, и все, разрушили. Вот мы, ну, я обращаюсь, депутатистский фронт, мы критикуем только Женка, допустим. А я всегда говорю, ребята, не надо его критиковать. Вы можете его критиковать, но у него все работает, и его люди проработают. А здесь безработица, беспорядок, все, развалить это очень сложно, это просто легко, а восстановить очень-то тяжело. То есть вы считаете, что причина негативной темы и не социальная? Социальная причина власти, да, социальная. Нет работы, дети ничем не заняты. Ну и свой продукт, продукт присутствия такой власти в государстве. Безвластика. Идеология. Никакой идеологии нет. Нет, это вот именно есть пропаганда насилия, пропаганда выпивки, ну, нет, я имею в виду, если сказать, да, это так, телевидение и радио, а телевидение так вообще-то нечего смотреть. Там нет, там все аморально, убийства, насилие, да, но в самом государстве нет идей, государство безидейное. Если раньше была коммунистическая идея, какая бы она ни была, но она была... Ну какая-то была. Да, но была идея, да. К чему-то молодежь стремилась и к чему-то... Смотрите, мы что-то ушли опять. Что делать? Ну, власть менять не сумеем. Что делать реально? Что же делать реально? Честные врачи говорят 10-15 лет и ханадом. На Титанике все плывем? Да, плывем как на Титанике. Что-то тут делим, обсуждаем там, а внизу дыра такая под названием детское пьянство и детская наркомания. Так что надо действительно изменить власть, изменить такую власть, которая бы навела в реальный порядок. Но не такой, как наводится сейчас. Я лично против такого, там, каналы убираю, другое, но именно власть не видит причины вот этого всего. Это должна заняться идеологией. Идеология должна быть, чтобы, по-первых, здоровый образ жизни. Да. Тогда что-то может измениться. Сейчас спортом заниматься негде. Все делается за деньги. Ну, абсолютно нужно за деньги. Власть должна повернуться просто на обрастание. Вот такой проблеме. Сон профинансировал. Вот сейчас же все народу встадали. И вот сейчас, допустим, там аплодируют. Вот юные спортсмены приехали, еще что-нибудь. Они побеждают вопреки этому. Не благодаря им, а вопреки. Да, хорошо. Мы любим обращаться на Запад, допустим, мы не обращаемся к той же Белоруссии, где пропаганда спорта, допустим, где катки. Как же он занимается хоккей. Здорового образа. Да, здорового образа. Пропаганда здорового образа. У нас, кроме пропаганды выпивки и сигарет, мы никакой нет. Мы все крикорны. И не теперь. Кто же будет народное государство, это не будет этим заниматься. Как реально государство? Для чего они избавятся? Общественные организации это не подумают. Ведь каналы, которые находятся сейчас в руках всех же людей, которые заинтересованы в отмывании денег, они же не будут пропагандировать здоровье обожжения. Вот в чем дело. Это их прибыль. Поэтому, я не знаю, нам нужно просто человека в власти хозяина, типа, я не знаю, не Путина, но хотя бы Лукашенко, который бы действительно поставил этот вопрос. На данном этапе перехода от вот такой власти к капиталистичному, к капитализму, это очень такой резкий переход. Когда все поломалось, но ничего не построилось. Вот в чем дело. Поломать очень легко. А вот я считаю, что власть Белоруссии держит всю экономику на каком-то уровне, пусть даже на плаву, но она живет, она реально дает людям работу и дает жизнь. А в процессе всего этого любое предприятие, реализация, колхоз, совхоз, завод, может своим трудом, допустим, обеспечить то же предприятие своими новшествами, ввести. А как может ввести новшество, завод, приобрести новую технику, оборудование, если он разрушен. А инвестор, он не так-то вообще не бежит вложить денег, он сразу думает, стоит мне вкладывать в это государство денег или не стоит. И я вложу, а завтра я потеряю. Вот поэтому, и потом, я думаю, что люди, приходящие в классе, народ как-то не понимает, что, наверное, не понимает, и не понимает, что люди денег, они не будут работать на государство, не будут работать на деньги. Поэтому, если сравнить, вот нас все время склоняет от Америки, вот в Америке. В Америке люди там уже, ну, я знаю, живут давно, они уже богатые, они думают о своем государстве. И у них такой закон, который говорит, что Конституция есть, и его нет, его нельзя менять. А у нас постоянные перемены, каждый президент приходит и думает, как бы обеспечить себе власть на больше, на дольше, и от этой власти чего-то поиметь. Поэтому пробуждение народа, наверное, нашего, я не знаю, если оно не будет такого человека, мы не поменяем власть, тогда мы будем угнетены, и угнетать нас будут, и угнетать до тех пор, пока нужна государственная программа, и программа не ради программы, а программа, которая будет работать ради страны и ради народа. А кто третий программу сделать? Государство нужно такую программу сделать, именно для молодежи. Мы не покупаем алкоголизм, для того, чтобы привлекать, для того, чтобы сделать так, государству повернуть так, чтобы было не модно пить, курить, а модно будет заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, преподавать какие-то человеческие ценности. Естественно, да. Потому что к церкви человеку, молодому человеку, очень тяжело прийти, ему легче прийти к мату, к выпивке, к правонарушению. Это почесть. Поэтому, по-своему, что, по подрастающему поколению, мы можем брать на свои плечи. Но у нас... У нас в программе принято много программ, но ни одна из них не выполнена. У нас для духовных, всех уже 19 лет... У нас в духовных программах, здесь, естественно, противостоять. Есть одна конфессия, есть другая конфессия. И каждый... Все они, все любая. Борятся один против другого. Нет, они не борются. У них у всех одно и то же. Подходы разные, названия разные. Ну, если сравнить, допустим, с антоком, есть много подвергатого. Ну, какая разница какая-то, они все разные. Ну да, корни у них одни. Суть, ну, суть какая у них есть. Суть у них одна. Ну, я считаю, что там тоже уже... Они по-плохому не пропадают.